У нас около 30 сейчас слушателей, присутствует Роман Николаевич с нами. Друзья, добрый день, добрый вечер. Приветствуем вас на второй лекции из серии мероприятий, которые организованы совместно Институтом этнологии и антропологии РАН, Институтом международных отношений и мировой истории Университета Лобачевского и Анна Борисовна, наш сегодняшний директор, представляет Высшую школу экономики. Спасибо за то, что смогли к нам подключиться. Это немного утопичный проект сегодня, потому что мне нужно представить дисциплину за довольно короткое время. При этом я достаточно плохо понимаю аудиторию, какой у меня может быть интерес, какой у меня может быть бэкграунд в этом смысле. Но тем не менее, обычно я преподаю этот курс, это вступление в вступительный курс в антропологию, в социальную и культурную, в Гущей школе экономики на втором курсе бакалавриата для социологов. Поэтому у меня достаточно много слайдов, которые объясняют какие-то базовые вещи про методы, пессимологию, историю, теорию антропологии. Из которых я в общем составила сегодняшнюю лекцию. Она может быть немного сумбурной в этом смысле, потому что у меня нет таких специальных лекций для более широкой аудитории по антропологии. Но тем не менее, я попытаюсь ответить на тот вопрос в целом, который был задан Дмитрию Анатольевичу в прошлом его выступлении. Он сделал великолепный обзор антропологии как института, как дисциплины, как она работает в международном контексте, в российском контексте. И кто-то задал вопрос, является ли антропология отдельной дисциплиной или все-таки такая сборная солянка из самых разных вещей, из разных дисциплин. В общем, я попытаюсь показать, что хотя, наверное, каждая отдельная черта антропологии как подхода не является уникальной, как некий набор черт, она все-таки является отдельной дисциплиной, я бы даже сказала, отдельным подходом к рассмотрению социальных и культурных феноменов. Это в том числе и сложилось исторически, и изменялось достаточно долгое время, то есть антропологи накапливали какие-то способы размышлять, очень много ревизионизма было за 20 век ее методов. То есть, в принципе, она разнообразна не только, так скажем, по различным странам, подходам, о чем говорил Дмитрий Анатольевич, она очень разнообразна и в истории. То есть, если сравнить то, чем антропологи занимались в XIX веке, XX и XXI, это достаточно, там достаточно много интересных разниц. Но в целом я попытаюсь рассказать сегодня о том, как она в целом подходит к предмету, хотя и немного тоже в утопическом ключе, в том смысле, что это такой идеалистский взгляд на то, чем антрополог хотел бы заниматься, если бы мог, так скажем. Потому что нет предела совершенства, но очень мало кто его достигает, да и вообще, в принципе, это, наверное, невозможно. В этом смысле антропология, наверное, сравнима с медициной. Тоже нет предела совершенству в изучении этой науки. Ну, приблизительный план сегодняшней презентации. Я расскажу немного про историю, почему, откуда все пошло и, как бы, почему эпистемология ее именно такова, откуда пошел этот интерес. Во-вторых, немного о целях, задачах, как делается, как ставится проблему. И затем о некоторых особенностях метода. Я думаю, что вы уже многие знаете о включенном наблюдении. Вот, я чуть подробнее, наверное, остановлюсь на каких-то его моментах особенно. Но здесь интересно то, что, как бы, у меня около 50 слайдов. Не пугайтесь в том смысле, что эти 50 слайдов я, в том числе, и, как бы, собираю потому, что студенты в наши дни не пишут конспектов, а так как я свои лекции потом публикую онлайн, для них это немножко является таким конспектом. Но я меньше провожу времени на каждом слайде, чем обычно лекторы это делают. Тем не менее, я надеюсь на то, что у вас будут какие-то вопросы, если вам что-то непонятно. И я буду время от времени открывать чат, смотреть, есть ли у вас какие-то вопросы, и, наверное, по ходу отвечать. Вот, если их нет, то, ну, как бы, нет. Возможно, потому что неинтересно, возможно, потому что непонятно настолько, что непонятно, о чем спрашивать. Мы постаро постараемся. Да, постарайтесь, может быть, меня остановите, если вам что-то непонятно или интересно. У нас нет задачи обязательно пройти все эти 50 слайдов, тем более что. Значит, ну, я приступлю тогда. Первый раздел — это история и эпистемологические обоснования антропологии. Что исторически, ну, я вот сказала о том, что антропология немножко утопична, тем не менее, ее можно поместить в спектр качественных социологических исследований. Если мы смотрим на вот эти полюса между количественным и качественным подходом к социологическим каким-то социальным феноменам, то это, наверное, ультракачественный подход, который все еще остается в такой социологической парадигме, более-менее. Поэтому это, соответственно, и уникальная в каком-то смысле позиция, и не уникальная. Еще я сегодня буду обращаться к фильму «Аватар». Это очень удобный кейс, потому что он немножко схематичен, позволяет сохранять время в этом смысле. С другой стороны, он очень интересен. Этот фильм был снят, показан в 2009 году. Очень долго люди работали над ним, около 20 лет. Он сильно поразил всю аудиторию в основном как бы спецэффектами. Там были опробованы многие технологические задумки в этом фильме. Но после этого фильма в многих антропологических кругах опять началось такое бурление по поводу этого фильма, потому что считается, что это такая одновременно достаточно точная, но карикатурная изображение антропологов, антропологической ситуации, подхода антропологии к изучению проблем, некоторых ее очень конкретных методологических заморочек. Поэтому, да, это было то, что называется «Controversy», то есть «Контроверсия», публичная дискуссия в антропологических кругах. Вот я остановлюсь на некоторых моментах этого фильма. Я надеюсь, что все его видели. Все-таки это очень такой был блокбастер, пожалуй, самый популярный фильм 2009 года. Но вкратце я вот расскажу, как, что там за спойлеры, сейчас будут спойлеры, какие там сюжетные линии и в чем, собственно, вся ситуация. Это далекое будущее Земли. Люди прилетают на Луну одной планеты, которая называется Пандора. Пандора насыщенно населена местными гуманоидной цивилизацией, такими глубокожими, высокими, достаточно красивыми гуманоидами в этом смысле, не людьми, местное население, которое, самоназвание его «Нави». Планета покрыта джунглями, очень красивыми, очень насыщенными. И, собственно говоря, интерес землян там совсем не обязательно даже научный, так скажем, а их интересует местный минерал, анаптаниум, который является суперпроводником и позволяет Земле разрешить свой энергетический кризис. То есть, по сути дела, это экспансия с целью захвата местных природных ресурсов. Экспансию ведут, соответственно, бизнесмены и военные, которые представлены как бы в картинках здесь. Но одновременно с этим как бы идут и ученые, их можно назвать ксеноантроповыми, их не интересует скорее не минерал, а как раз обычаи местного населения. То есть вот как раз этого «Нави». Что здесь интересно? То, что когда мы говорим о началах антропологии в колониальной ситуации, у очень многих возникает понимание, что колониальная ситуация — это вот где-то там XVI, XVII, XVIII век, да? То есть достаточно давно. Антропологи понимают, что колониальная ситуация продолжается. Это несмотря на то, что у нас есть постколониальные исследования, много говорим про постколониализм. Сейчас, в принципе, на Земле происходит то же самое, что и на Пандоре. Китайцы скупают большое количество земель в Африке. Дмитрий Анатольевич вам говорит о том, как русские нефтяники едут на Таймыр и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, колониальная ситуация — это такая постоянная ситуация на нашей планете в том числе. И это имеет значение для антропологов, которые как бы ее всегда держат в уме. Несмотря на то, что это не только как бы точка происхождения дисциплины, но и ее постоянная парадигма, ее история, ее как бы фокус, ее внимание. Если вы, наверное, читали книгу Эткинда о внутренней колонизации, это, в принципе, вопрос для многих, не только для антропологов. Актуальность становится актуальным все больше. Что интересно о НАВИ? Действительно, это вот такая репрезентация этноса, о которой говорил Дмитрий Анатольевич. То есть такая замкнутая культура, которая понимается как очень необычная, отличная от всех как бы остальных. И действительно, если в самом начале антропологи западные, они в основном занимались именно этносами, то есть какими-то этническими разницами, и работали с народами, с этничностями, с нациями даже вот таким образом. Сейчас этот, конечно, объект исследования, он не самый главный, но этническая парадигма все равно остается достаточно в фокусе антропологов. Этническая и расовая разница, о которой сказал Дмитрий Анатольевич. Здесь она как раз показана, потому что это гомоноиды, но в то же время можно сказать, что они расово сильно отличные. То есть чертами лица, цветом кожи, все это как бы карикатурное изображение расово-отличного другого. Интересный главный протагонист этого как бы. Это человек на границе всех позиций, Джейк Салли. Главным инструментом научного познания для ксеноантропологов на Пандоре является технология аватара, когда можно поселиться в как бы в клонированное тело местного аборигена. Я их буду называть аборигеном, хотя, конечно, это не самое такое политически корректное название. По-английски есть слово natives для этого, но по-русски как-то это плохо звучит, поэтому будет абориген. Технология аватара. И, собственно говоря, это действительно человек, который очень, ну, скажем так, сложится с ломленной идентичностью. Происходит так, что военные бизнесмены на Пандоре понимают, что ученые просто не справляются с задачей нахождения вот этого минерала, его, собственно, каких-то залежей. То есть они не могут работать хорошими шпионами среди местного населения. Они занимаются какой-то фигней. Они там про верование спрашивают, про мифы, ритуалы, обычаи и так далее, и тому подобное. А нужно как бы практическое знание. И этого человека, бывшего военного, инвалида на данный момент, он, значит, пострадал в каких-то военных действиях и теперь парализован, ему дает возможность снова двигаться через переселение вот в тело аватара на этой планете. Но как бы в обмен на это он должен работать с учеными, но одновременно шпионить для военных. И, в общем-то, это действительно так, наверное, как начиналась антропология. Если вы хотите, вы можете посмотреть хороший фильм в YouTube, он доступен. Называется «Strange Beliefs» про одного из отцов-основателей антропологии. Это Эдварда Эванс-Притчарда. Его книги до сих пор являются неким эталоном качественного, очень хорошего антропологического исследования. Они переведены на русский язык, можно почитать. Но вот в этом как бы кратком фильме показана история его работы, биография в Африке. Как он занимался антропологией. Ну, где-то в 30-40-х годах прошлого века. Так как фильм называется «Strange Beliefs», это действительно хороший подход к пониманию ключевого момента антропологической эпистемологии, как встреча с другим. Кто такой другой? Кто с кем встречается в этой ситуации? Во-первых, интересно то, что на одной чаше этих весов находится довольно уникальный в историческом, такому культурном плане человек. Это викторианский джентльмен. Уже такой ученый, рационалист. Человек, который хочет объяснить все не религиозными и не практическими моментами, а каким-то научным, фундаментальным знанием. Встречи с другим происходили и раньше. Были миссионеры, были торговцы, были военные. Но они или не интересовались, почему культуры различны, этносы различны, способы быть человеком различны, потому что их интересовал какой-нибудь аноптаниум, миссионеров интересовали души для своих богов и так далее. Но, во-вторых, эту разницу очень легко было отмести как просто, например, религиозными какими-то объяснениями. Ну, не повезло людям быть в родстве с какими-то, например, основополагающими христианскими святыми, пророками и так далее. Соответственно, они отличаются от тех, кто является наследниками таких более правильных колен. Джентльмен, рационалист, он не привлекает никаких религиозных объяснений, пытается объяснить то, что он видит, а видит он огромную, невероятную разницу в понимании мира, в способы жить в этом мире и так далее. Причем, если раньше разницу, которую наблюдали, скажем, даже британцы, которые были в Китае, в Индии, это была скорее цивилизационная какая-то разница, но все равно они видели некие схожести, например, государственные структуры, бюрократические организации. То есть им было понятно, что по-другому, но все-таки немножко больше, как мы. Именно когда они встретились с догосударственными народами, которые мало имели письменности или совсем ее не имели, именно тогда, и с расово очень отличными, тогда получился вот как бы такой взгляд на вещи, он как бы сместился в сторону научного интереса. Опять же, значит, как поставили в XIX веке эти задачи? Ну, для этого джентльмена одним из способов рационального объяснения была не религия, но очень похожая система, а именно эволюция. Что это просто разные на эволюционном как бы дереве развития культур, что культуру можно поставить на различные ступени эволюционного развития. Соответственно, охотники-собиратели, там вот, скажем, где-то более древние, а вершиной эволюции, конечно, является сам викторианский джентльмен с его развитой цивилизацией, с его утонченными обычаями, с его наукой в том числе, ну и так далее. Чтобы выстроить это, систематизировать вот это в такой наукообразной классификации типологии, все культуры, нужно было их собрать, как можно больше материала, то есть буквально вот в карточках, в таких кейсах, в фолдерах зафиксировать различные культуры, собрать их всех в коллекции. Эти коллекции до сих пор во всем мире существуют, Смитсоновский институт, например, содержит такую коллекцию. И сравнить, выявить общие различные, универсальные, частные. Вот примерно так оно как бы было когда-то. Здесь очень важно все-таки понимать, что такое общие различные, универсальные, частные. Вроде бы кажется, что это просто, но очень часто студенты у меня путают общее и абстрактное. Все-таки это не совсем одно и то же. general and abstract. Поэтому я привожу такой, например, к примеру, как к обобщению при ответе на вопрос универсален ли гомосексуальный брак для человека. Этот вопрос, кстати, особенно в 20 веке антропологам очень часто задавали. Ответ всегда у антропологов будет да и нет. Да, потому что все браки являются набором прав и обязанностей. Наборы очень разнообразны. В них можно постричать и полигамные браки, и моногамные браки, браки, соответственно, и гомосексуальные тоже, то есть браки между женщинами и женщинами, мужчинами и мужчинами. А если есть какие-то еще гендеры, то и между этими гендерами, допустим. То есть можно сказать, что это гомогендерные браки, но здесь начинается, соответственно, уже сложности разделения гендера и секса, которые сами по себе культурно подусловлены. Тем не менее, если мы говорим об обобщении, все-таки можно сказать, что в водопляющем большинстве культур большинство браков заключается преимущественно между мужчинами и женщинами, если говорить о чистой биологии. То есть когда антрополог говорит о браке, всегда говорит так, чтобы отразить дайдни. В этом смысле любое слово брак, да, вот marriage, становится антропологическим, аналитическим понятием. Хотя вроде бы он совпадает абсолютно с вернокулярным языком. Мы тоже говорим брак, да? Хорошее дело браком не назовут. Антрополог всегда держит в уме и вот это вернокулярное понятие, и понятие, которое обобщенное для человека в целом, как живущего на планете Земля вида гомо-сапиенс-сапиенс. Следующим вопросом, который обычно спрашивают, это естественный гомосексуальный брак. И здесь ответ самый такой популярный. То, что развлечение естественного и искусственного, оно характерно для некоторых влиятельных культур, но для общности вот этого разделения между естественным и искусственным для всего человечества она сомнительна. Если вы знаете, в последнее время был в антропологии так называемый антологический поворот, были переведены работы Эдуарда Вейруша Ди Кастро, который как раз и направлен очень во многом в том, чтобы подорвать общность, ну как бы представление о том, что естественное и искусственное это характерное для большинства, как бы для очень большого количества людей разделение. Это было таким консенсусным мнением достаточно долго со времен Леви Стросса. Вы, наверное, знаете, сырое и вареное. У нас очень часто любят сказки о сказке сырое и вареное. Но, тем не менее, оказалось, что очень это, в общем-то, евроцентричный взгляд на вещи. То есть характерный, скорее, для одного ареала такого культурно-цивилизационного на планете, но не для других. Ну и, соответственно, любимый знак антрополога это кавычки, это знак обусловленности, знак того, что что-то является всегда немножко цитатой. То есть обусловленным, частным понятием. Любое понятие. Когда студенты-аспиранты учатся писать, у них всегда есть такой период, когда очень сложно что-то сказать. С одной стороны, уже достаточно понимаешь, что каждое понятие является обусловленным в отличие от бакалавра. Но в то же время еще нет абсолютно навыка писать так, чтобы своим письмом показывать это осознание. В результате получается, что люди ставят очень много кавычек и используют слово как. As something. Что-то, как что-то. У кого-то это проходит, у кого-то нет. Так что очень похожий этап развития. Что может сказать универсальность для человека? Ну, постоянно, естественно, происходит вот эти вот дебаты о том, что универсальность, что нет. Если можно говорить об открытиях в антропологии, иногда спрашивают, а скажите, какие были последние открытия в антропологии? Вот можно сказать, что в антропологии было открытие, что оказывается очень долгое время считалось достаточно распространенным разделением естественного и искусственного, а тут доказали, что на самом деле нет. В 21 веке вдруг сообразили, что нет. Но, тем не менее, есть достаточно большое количество универсалей, которыми можно писать, то, что общее для человека. Они такие классические. Дональд Браун взял на себя труд в 91 году сделать такой список альфабетический, можно сказать, фавитный. разделение труда, гадания, танцы, космологии, собрания за едой, то, что вот это вот фистин, то есть какие-то коллективные посиделки с едой таким способом мы ставим. Все это характерно для всех. Более высокого уровня есть и классические универсалии, это ритуал, родство, гендер, личности, обмен, некоторые другие. И, собственно, они и составляют вот классическое образование антрополога, если это Anthropology 101, то есть антропология первого уровня, вступительный курс, он часто разделяется на темы как раз по этим выделенным красным таким универсалем рассматриваются. Есть понимание, например, личность, что у всех людей на Земле есть понимание, что человек это такая динамическая структура, она не статическая, что человек может быть меньше человеком или больше человеком, и, соответственно, представление о том, что составляет из себя полноценный человек, полноценный мужчина, полноценная женщина и так далее, это то, что и называется в антропологии personhood, переводится мне кажется, не очень правильно, как личность, но ничего с этим опять же не делаешь, и это, в общем-то, очень насыщенное поле знания, понимание того, как люди в разных ситуациях, в разных культурных контекстах понимают способы быть человеком, что составляет полноценного человека, как его сделать, самое главное, как его воспитать, как его произвести. Следующий раздел, это, в принципе, я перехожу к более современным пониманиям того, как делать антропологическое исследование, что важного в нем выделяется в процессе сравнения. Это, наверное, самый сложный слайд во всей моей презентации, и я его, наверное, оставлю, все-таки решила его вставить, потому что идет запись, и, соответственно, если вам захочется, вы можете потом к нему вернуться, как бы больше прочитать, тем более, что он будет более понятен, наверное, после того, как я закончу всю лекцию. В нем красным выделены некоторые термины, которые антропологи считают своим научным жаргоном. Это, прежде всего, этнография, то есть комплексное описание различных форм, культурных форм, отдельных знаний, практик, процедур, действий, все, что вы считаете объектом своего антропологического исследования, вы их описываете в очень комплексном взаимодействии, которое включает не только связи причинно-следственные, например, но самые разные, то есть симметрия, трансфер, конвертация, подчинение, парадоксальность, само развитие, само понимание того, как эти формы могут между собой соотноситься, связываться, вот это слово relation, она очень и составляет, в общем-то, предмет антропологического исследования очень часто, то есть вы одновременно используете, исследуете объект, способы связи между объектами тоже всегда являются предметом вашего исследования, независимо от того, исследовать его отдельно, как предмет гендер, или политику, или родство, или ритуал, или еще что-то, прикарность, например. Часто используется такой способ аналитики, как интерпретация, это разъяснение или экспозиция, так, мне кажется, мне стоит посмотреть, есть ли какие-то вопросы, я вот сейчас не вижу всего чата, Степан, можете мне сказать, есть ли вопросы какие-то? Нет, пока вопросов нету, пока вопросов нету, то есть я так понимаю, что все достаточно просто. Кроме того, есть такое понимание, как перевод, так, что-то у меня здесь случилось, перевод, то есть не совсем то же самое, что интерпретация, если интерпретация это экспозиция как бы в любых словах, просто объяснение значения, достаточно плотное очень часто, то перевод это перевод когда вы описываете что-то в местных терминах, что является как бы источником вашего перевода, и затем вы переводите на язык самой антропологии, то есть вот на язык этих общих универсалей. Считается, что язык по возможности общий для человечества в целом деидеологизированный или иногда говорят деколонизированный именно за счет того, что он постоянно совершенствуется через подкрепление новых кейсов, новых способов различать, новых способов жить, новых каких-то вот в этом смысле развитие антропологии в Латинской Америке и привело к пониманию того, что естественный и искусственный не являются человеческими инверсалями, соответственно, нужно изобретать какой-то способ говорить о всех этих разницах без этого развлечения. следующим этапом как бы очень часто в антропологическом исследовании является то, что вот вы все это перевели, допустим, интерпретировали, описали, интерпретировали, перевели, вам нужно встроить в имеющиеся разговоры, то есть как я бы сказала так, что до этого этапа не все антропологии доходят. В этом тоже утопичность некая антропология как дисциплины. Есть, конечно, крепкие доценты, есть звезды. Вот звезды, как правило, на этой стадии и начинается вот это вот различие. Есть люди, которые гонят кейсы, которые достаточно образованы для того, чтобы правильно интерпретировать, правильно перевести, но переход к более высокому уровню теории, а именно вот в этом встраивании, в имеющиеся разговоры, имеющиеся интересные темы в социальных науках, в самой антропологии, в социальной философии, географии, в публичной сфере, к этому моменту переходят уже нечасто. Еще менее часто переходят к следующему моменту, то есть когда нужно добавить новое или изменить сам антропологический язык. То есть вам Дмитрий Анатольевич давал список 50 антропологов, которых нужно читать, насколько я помню, вот можно сказать, что это звезды антропологии, которые всегда доходят до изменения, добавления, развития антропологического языка. Но это не значит, что всем быть звездами, я думаю, что и в этом смысле антропологический, антропология является таким институтом, в котором возможны разные ступени, на которых можно стоять. как в спорте, есть мастера спорта, есть олимпийские чемпионы. Я думаю, что без того, чтобы было достаточное количество мастеров спорта, воспитать олимпийских чемпионов тоже достаточно сложно. Это немножко такая пирамида. что можно сказать по поводу этого всего? То, что отказ от систематизации и типологизации, которым я упомянула о том, что это было главной целью антропологии в 19 веке, систематизировать эти каталоги, дорисовать эти революционные вот эти древа развития, это, в принципе, уже не является целью для антропологов. Отказ от факторного типа анализа. антропологи хорошо отвечают на вопрос, как что-то делается, как люди живут, как что-то взаимосвязано в деталях. Могут добавить к дискуссиям на ответы на вопрос что, что такое религия, что такое родство, что такое общественное, что такое взаимосвязь, но не очень хорошо отвечают на вопрос почему. Вот здесь социология лучше, особенно количественная социология. То есть та, которая может выделить причины каких-то явлений с гораздо большей степенью доказательности и достоверности. То есть выделить какие-то главные причины. Англоязычность антропологии, о которой говорил Дмитрий Анатольевич. Он говорил о том, что это политическая проблема для антропологии как института. О том, что приходится изучать английский язык людям, которые даже уже имеют там 3-4 языка у себя как бы в активе. И это их очень раздражает, иногда бывает, потому что 90% антропологии действительно написано на английском языке. Сегодня я могу добавить, что это и эпостемологическая проблема, потому что если общий язык человеческих универсалей выражен определенным языком, а именно английским, то непременно эти определения этих универсалей также будут обусловлены самим этим языком. Увы, на каком-то языке нужно говорить, понятно, поэтому мы не можем не говорить на каком-то языке, который являлся бы совершенно неукорененным ни в каких культурах, и надо сказать, что английский не самый плохой для этого язык. Знаете, почему? Потому что он сам по себе немножко пиджин. Он был когда-то составлен из довольно многих языков, то есть в нем есть латинские, германские корни, французские и так далее. Это же язык, который образовался в процессе завоевания Великобритании, то есть это, в общем-то, был сам по себе язык, направленный на такую коммуникацию между различными такими языковыми базами. Поэтому он сам язык на границе такой, пограничный немножко язык, а пограничность всегда лучше, чем укорененность. Поэтому это не самый плохой язык для целей, по сравнению с другими, конечно. у нас есть всегда проблема, что люди сами говорят личность и мы говорим личность. То есть постоянно идет совпадение вот этого аборигенного или вернакулярного языка, антропологического языка. Тем не менее, то, что антрополог будет иметь в виду, когда он пишет личность, personhood, и то, что скажем, человек, который в своей речи употребит это слово, это будет очень большая разница. Ну и самое главное, опять же, утопичность не все, антропологам удается сделать все в рамках своих исследований, что, с одной стороны, конечно, плохо, но с другой стороны, не так уж и страшно. Как работать сравнение? Вот я иногда, как у нас говорят, тренироваться на кошках, я иногда показываю это на лошадях, потому что вот сделала картинку, это как бы сложно, но визуально можно попытаться объяснить, как работает антропологический проект, и чем это отличается, например, от социологического проекта, но так как я предполагаю, что в аудитории, наверное, социологов не обязательно много, поэтому я просто расскажу о том, как я себе представляю способ подхода. Ну, во-первых, вы начинаете с конкретного кейса, то есть у вас не с выборки, например, как социологи, а с конкретного комплексного кейса, представленного на этой картинке вот этой золотистой лошадки в центре. Это может быть группа людей, объединенной какой-то практикой, это может быть место, которое объединяет людей. Есть прекрасное исследование, например, площадей в латинских культурах, когда антрополог за объекты исследования выбирает некую локальность, ну, например, площадь в городе. Это может быть и этнос, в том числе. Я довольно провокационно, в том смысле, что это не совсем конвенционально, выбрала поколение таким, поколение и городское население, то есть городское поколение рожденных 70-х. То есть возраст, как некий такой критерий, маркер объекта. Тем не менее, вы смотрите на него очень пристально во всех его взаимосвязях, да, то есть если на этой лошадке вы сравниваете, как ведут себя мужчины и женщины, как люди ведут себя в доме и на улице или в каких-то публичных пространствах, как мужчины ведут себя с женщинами по сравнению с тем, как мужчины ведут себя с детьми и так далее и тому подобное. То есть в самых различных взаимосвязях внутри вашего объекта вы, может быть, постепенно выделяете гриву, хвост, там, передние, задние ноги и так далее. Тем не менее, что важно для антрополога, то, что при этом он постоянно держит в умне сравнительную рамку этой лошади по сравнению со всеми другими лошадями, о которых может подумать человечество. И вот все эти как бы моменты, это вот на картинке, скажем, если вы думаете о хвосте лошади, то вы вспоминаете всех лошадей, которых вы, в принципе, можете подумать и о том, какие хвосты у этих лошадей. Вы думаете о гриве, о голове, вы вспоминаете всех лошадей и какие могут быть, в общем-то, гривы и головы у этих лошадей. Здесь встает вопрос еще, а что такое лошадь? Ограничиваемся мы названием лошадь. Является ли лошадка качалкой лошадью? И да, и нет. Так же, как гомосексуальный брак. Является ли единорог лошадью? И да, и нет. Но мы все равно держим его в уме. Поэтому, в общем-то, рамка сравнения, вот эта вот граница сравнения, она потенциально бесконечна. Антропологи должны быть очень орудированными людьми. Чрезвычайно слово. Соответственно, то есть, когда вы производите исследование, вы всегда держите вот это все в как сравнительную рамку. Соответственно, очень часто мне социологи задают вопрос, но если это бесконечно, это же в общем методологическая муть. Откуда вы знаете, где остановиться? То есть, это же, в принципе, можно всю жизнь сравнивать одну лошадь с другими и никогда не написать ничего. Ну, во-первых, всегда можно как бы оборвать себя, закончить, написать, потом продолжить. Как говорил мой научный руководитель, антропологические статьи никогда не закончены. Они только сданы и напечатаны, но никогда не закончены. Затем, что может быть? Конкретика вашей лошади может ее все-таки ограничить, потому что если ваше сравнение слишком какое-то outlandish, то есть, если вы начинаете сравнивать лошадь с собакой, почему? Потому что это домашнее животное. Легитимно? Легитимно, но вам нужно доказать то, что это имеет какой-то смысл для вашего исследования. Большое значение имеет научная коммуникация. Каким образом верифицируются имеющие значения легитимные и нелегитимные сравнения? То, что вы разговариваете со своими коллегами, желательно с теми же, кто работает над той же темой и примерно в тех же самых культурных контекстах. Поэтому антропологов должно быть много, для того, чтобы антропология имела какой-то смысл. Что я могу сказать? В России антропологов очень мало. Об этом вам сказал Дмитрий Анатольевич. Это очень как бы плохо для метода. Ну и есть элемент творчества. То есть всегда, потому что для того, чтобы сказать что-то радикально новое, антропология очень часто нужно нужно подумать о тех видах сравнения или сравнения тех объектов, которые раньше не сравнивались. В этом смысле аватар представляет определенный интерес. Если вы помните, кто смотрел этот фильм, гуманоиды Нави, они летали на драконах, ну или вернее на местных каких-то таких животных, которые напоминали драконов, но в общем-то для них они были лошадьми. Поэтому в этом смысле такой такого рода дракон является для ксеноантрополога еще одним способом сравнения, которое нужно иметь в виду. Ну я так немножко подведу итог в этом смысле то, что всегда вот в эта возможность обнаружения отличной точки зрения, да, вот это очень важно. Антропологи нацелены все-таки на различия. Можно не дойти до очень общего, но всегда важно зафиксировать различия, потому что как бы различия это главное, что производит знания в антропологии. С другой стороны, всегда нужно уметь показать, что это различное, это отличное, насколько бы оно казалось необычным экзотическим, на самом деле может быть вполне рационально, не слишком уникально. То есть если мы думаем, что заключение брака с мертвецом это очень экзотический вид брака, через какое-то время антропологи начинают понимать, что на самом деле рациональность этого вполне достаточно, это, как правило, юридическая, экономическая рациональность, ну, наследство имени, например, или какого-то состояния, то есть это властная как бы вещь, и именно поэтому на планете оно совсем не уникальное. То есть люди уже давно придумали, что а давайте разрешим браки с мертвецами и следовательно будем их устраивать. Что еще поняли? О том, что западные способы видеть, анализировать культурно-социальный контекст очень проблематичны. Очень проблематичны. На уровне как раз вот этих вот вещей. Когда социолог пишет что-то это религиозный конструкт, например, он никогда не, ну редко очень проблематизирует само слово религиозный. Ну само собой понятно, что вот христианство это религия. Следовательно, это религиозный конструкт. Антрополог всегда одновременно использует слово и проблематизирует его, потому что то, что в Европе имеет статус религии, локально может восприниматься как наука. Буддизм в Индии. Для многих буддистов, когда им говорят о том, что буддизм это религия, они его не считают религией, они считают его научным знанием, потому что оно действительно, если посмотреть внимательнее, достаточно наукообразное. Там есть даже некие эволюционистские мотивы, там есть мотивы, которые похожи на знания физики, например, о способах привязки вот этой душевной субстанции жив, к материи, да, то есть оно, в принципе, очень такое, такое практическое знание, которое по своим формам напоминает науку. То, что в Европе является академической теорией, локально может быть повседневной моральной практикой. Марксизм. Я об этом написала когда-то статью в журнале Comparative Studies in Society как раз об этом, о том, что очень сложно говорить академически в марксистской парадигме, когда я знаю очень многих людей, которые ту же самую марксистскую парадигму используют в повседневной жизни как моральную практику. То есть они могут не употреблять слово фетиш, но будут очень много заостряться на проблеме именно фетишизации, которую критиковал Маркс. То, что в Европе может считаться политическим институтом, локальным может быть системой родства. То есть опять же пошел искать политический институт, нашел родство, то есть политику вместо этого родственников и так далее. Сегментарная позиция в Судане это знаменитая как раз книга Эванса Причарда опять же он уэрах и их связи между родством и их политикой. Даже сложно говорить о том, что там есть какой-то политический институт. Соответственно, что может появляться в таких сдвигах, таких проматематизациях, что можно приблизиться к пониманию того, что такое религия у вида Homo sapiens sapiens, что такое наука, что такое теория, практика и так далее. Как это все может работать. Что еще важно, что мы обращаемся не только к локальным значениям, но к локальным значимостям. Мы понимаем, что вот я разговаривала о том, что мы смотрим передние ноги, задние ноги, голова, хвост, а почему не сочленение права бедра с собственно туловищем лошади. Мы вообще замечаем, что в европейских культурах или там в каких-то допустим, очень много уделяется и воспевается в лошади именно грива, хвост, ее стройные ноги, копыта, но очень мало уделяется вниманию ее туловищу. Почему? Потому что у нас функциональный взгляд на лошадь. Лошадь это ездовое животное. Соответственно, мы можем представить себе культуру, в которой будут воспеваться не эти четыре части тела, а именно то, что обозначено черным кружочком на картинке. Представьте себе какие-то батальные сцены с лошадьми, где именно этот момент является наиболее эстетическим, наиболее развитым, наиболее представленным художественным и так далее. Это будет очень странная картина с нашей точки зрения, но, тем не менее, вполне представимая. Соответственно, если мы смотрим на лошадь с такой волчья сыть травяной мешок, это как раз показание того, что только в таком призывительном отношении к лошади мы замечаем ее живот, то есть ее как раз туловище, травяной мешок. Что важно самой лошади, обязательно нужно спросить. Я думаю, что ей возможно, если бы мы могли спросить лошадь о том, что ей самой значимой, она сказала бы, что ей важны зубы, потому что она очень долгое время проводит с чем? Она считает травку, то, что время от времени на ней кто-то ездит, это как бы не самое главное для нее занятие. Самое главное для нее занятие это сено и его переработка собственной мышцы, поэтому зубы это очень важно. Насколько часто мы думаем про зубы, когда мы видим картину лошадей, достаточно мало, конечно. Ну, суммируя немножко, я здесь остановлюсь, общие проблемы. Культуры постоянно меняются исторически. Дмитрий Анатольевич вам говорил о том, что невозможно написать учебник по антропологии без того, чтобы он за 10 лет не устарел, потому что действительно культуры постоянно меняются. Всегда идет колониальная ситуация в самом широком смысле. одни люди навязывают свои культуры другим, и, соответственно, всегда встает политический вопрос, а что именно изучать и как представлять. То есть, когда вы видите локальную ситуацию, вы всегда видите, что что-то в ней может быть индигенно, а что-то может быть привнесено, но она всегда часть этой ситуации. И расставление акцентов это большая головная боль. как с точки зрения знания, так и с точки зрения политики. Вы всегда обязаны понимать, что значения они не только в людях, они между людьми. То есть, на каждую ситуацию, на каждую лошадь есть огромное количество различных взглядов. Мужчины смотрят так, женщины так, дети так, чиновники так, начальники так, подчиненные так, и так далее, и тому подобное. То есть, эта ситуация создается комплексно, поливокально, но многими голосами. Антрополог обязан между этими позициями поскользить, чтобы показать полную значимость и значение каждой ситуации, комплексность ее. Но все это создает очень скользкие вот эти вот, вы знаете, как социологи пишут, их обязательно им говорят, напишите, что такое ваш объект исследования, что такое предмет исследования, что такое цель, что такое задача, и так далее, и так далее. Вот в антропологии хотелось бы, чтобы была такая ясность, но ее, как правило, нет, потому что мы понимаем, что наш объект, предмет заранее знать невозможно. Скорее всего, он изменится в процессе исследования. Чем больше вы погружаетесь, чем больше вы узнаете местных пониманий, тем как бы меняется ваше представление о том, что, собственно, вы изучаете. Можно начать сказать там, я пошел изучать политические интересы на Мадагаскаре, после двух лет на Мадагаскаре окажется, что то, что вы, ваша проблема, она лучше отвечается не политическими интересами, а гендерной политикой французской колонии. В этом есть жаргон, этнографическая траектория, это устоявшееся выражение, когда антропологи как раз говорят о том, как их интересы менялись в процессе исследования. Очень часто книга, если напишется, то она может отслеживать, показывать читателю, вот здесь я начал, вот поэтому я изменил, вот здесь закончил. Принцип симметрии в анализе в антропологическом все считается онтологически и эпистемиологически равным. Когда мы говорим не равнять Божий дар с яичницей, у нас есть понимание, что есть вещи какие-то несравнимые в принципе. Они вот по своей сути настолько, как бы, что-то в них есть такое уникальное, что такое сущностное, что нельзя их сравнивать. Антропологи развивают способ мыслить обо всем как о сравнительном материале. Как, например, можно рассмотреть сравнение групп людей на Пандоре, да? Даже вот, ну, между землянами и так далее. Считается, что вот они могут совершенно быть несравнимы с Нави, с местными, потому что местные это вот такие очень экзотичные, очень непонятные и так далее и тому подобное. Тем не менее, если мы посмотрим на группу военных и на группу, собственно, Нави, мы поймем, что в их способе быть очень много физического включения в мир. Нави — это охотники, военные, как военные, тоже двигаются в какой-то местности очень многом, да? То есть это, в принципе, тоже, так скажем, по опыту, по телесному, по задачам, поиска, сканирования местности и так далее. это достаточно близкие занятия в каком-то смысле охота и война. Соответственно, не такая уж это несравнимая как бы вещь. С другой стороны, если мы сравним их с учеными, кажется, что это совершенно несравнимая вещь. Однако, если подумать, в группе Нави, скорее всего, были какие-то жрецы, да? Были какие-то люди, которые накапливали знания. Может быть, у них была такая же функция, как ученые в каком-то смысле. И если бы мы больше увидели в этнографии Нави деталей по поводу этих ученых, этих жрецов, а ее там нет в этом фильме, то, собственно, возможно, как бы академики-антропологи оказались не настолько бы карикатурными тоже, потому что появилась бы некая точка сравнения вот с этой вот экзотической культурой. Но она там представлена абсолютно карикатурно. То есть не только антропологи, но и аборигены Пандоры. Во-первых, они очень схематичны, да? То есть они похожи один на другой как бы в своих каких-то личностных устремлениях. Они все такие умные, благородные. Это типаж так называемого благородного дикаря. Но был сэвич. Вторая картинка это очень такой ужасный политически некорректный вид искусства в США долгое время был, когда перед магазинами табака и сигарет ставили деревянного индейца. Считалось, что этот вид продукта был позаимствован у индейцев, чтобы символизировать и привлекать внимание соответственно проходящих людей. Вот делали такого рода репрезентации индейцев, которые и стали в нашем сознании стереотипным индейцем. Он выглядит именно так. Потому что на самом деле индейцы в Северной Америке выглядят очень разнообразно. У них очень много разных костюмов и так далее. И внешне они очень разнообразны. Тем не менее мы получили вот эту схематическую картину. Когда мы говорим об этносе, кстати говоря, мы можем иметь в виду и класс. То, что я пишу крестьянке чувствовать умеют, это наше отношение стереотипизирования к низшему классу, скажем, в какой-то треволюционной России. Крестьянке чувствовать умеют. И дикари могут быть благородны, и крестьянке чувствовать умеют. Вот таким итогом. Пример симметрии в отношении систем знаниям. Можем ли мы сравнить магию, религию, науку? Опять же, многие люди скажут, что это совершенно несравнимые вещи. Тем не менее, антрополог будет их сравнивать. Одним из выявленных, полезных способов сравнения является инструментальность и легитимность. Очень сложно сказать, что такое инструментальность определенным таким определением, но это некое понимание, что ты можешь нажать на кнопку и получить какой-то результат. Или совершить какой-то ритуал и получить какой-то результат. Совершить какой-то эксперимент и получить какой-то результат. Вот это понятие инструментальности. В этом смысле магия и наука достаточно похожи. А вот религия не любит такого мышления. Она любит мышление о чуде. Когда ты не ожидаешь результата, А оно случается само собой. С другой стороны, если мы посмотрим на легитимность этих систем знания в целом в мире, мы можем сказать, что религии и наука в большей степени легитимны, они получают поддержку властных акторов, они считаются как бы морально более правильными для людей. Магия, она как раз такая маргинальная вещь, то есть не получает поддержки. И тут же я как антрополог себя поправляю. Упс, я здесь сказала, что магия, религия, наука. Вот это чередование отражает эволюционистские парадигмы, потому что считается, что на заре цивилизации люди в основном мыслили магические, затем развилась религия, затем развилась наука. Мы ломаем этот список, чтобы не думать как эволюционисты, потому что это опять культурно обусловленная вещь, и пишем наука, магия, религия, чтобы только это сломать. Что это, поэтому именно писать как антрополог очень сложно, всегда нужно себя ловить на этих вещах. Что еще как бы важно? Структура культурного знания людей сложна и неочевидна, в том числе и самим людям. Тоже больше обращают внимание антропологи на это, чем социологи. То есть как бы, ну если вы понимаете, если вы, наверное, читали кто-то Бурдьо, Кьера Бурдьо, понимание того, что есть некое рефлексируемое знание, есть знание нерефлексируемое. То есть такое, которое само собой разумеющееся. Маргарет Митт, известный антрополог, считается, что она это сказала, хотя я не могу найти источника, где она это сказала, но это уже очень стало таким мифом в антропологии самой, что то, что люди говорят, то, что люди делают, и то, что они говорят, они делают, это совершенно разные вещи. Вот антропологи всегда обращают на это внимание и ищут неких интересных вещей как раз в разломах между этими, между этими как бы вот say, do, say, they do. Как это можно вот объяснить на, опять же, на аватаре? В чем там интрига всего фильма? Ну, не всего, но одна из интриг фильма, что ученые очень долго изучают Нави, но тем не менее не могут понять того, что Нави совершенно очевидно. То, что вся Пандора является разумным существом, типа суперкомпьютера, к которому эти гуманоиды время от времени подключаются вот этими своими как бы вот хвостами. Ну, не хвостами, а, собственно, волосами, да, которые они сплетают в косы. И Нави сами или не могут, или не считают нужным объяснить землянам или ученым о том, что они это делают, просто потому, что для них это само собой разумеющая вещь. Они не могут помыслить планету, которая не является таким суперкомпьютером, потому что для этого они должны были бы, в принципе, слетать на Землю. То, что они это могут делать, это для них так же естественно, как дышать. Поэтому объяснять человеку, что ты вообще-то должен и можешь дышать, это достаточно странно. Когда, видимо, антропологи спрашивали у них, что вы делаете, когда вы сидите вокруг вот этого вот дерева, это как, можно сказать, такой процессор или главное место плагина к этому компьютеру, они, наверное, пожимали плечами и говорили, мы молимся великой богине Эльги. Антропологи понимали, ну, у них есть религия, соответственно, в ней есть богиня, и вот они сидят и молятся. То, что под словом молятся, они понимали прямое подключение к этому суперпланетарному суперкомпьютеру, естественно, они понять не смогли. Это смог понять только Дейксали. Странным как бы образом. И здесь опять я должна себя поймать на том, что на более общем уровне то, что говорит МИД, опять же, евроцентрично, потому что само разделение знания, практики, думания и делания, думания и чувствования, это основано на философии Платона, Аристотеля, то есть это, в общем-то, сильно евроцентричные вещи. Во многих местах на этой планете, в других временах на этой планете, люди, например, считали главными отличиями между тем, что ты делаешь, и тем, что ты думаешь, а тем, что ты думаешь во сне, и тем, что ты думаешь на его. Буддисты, опять же, имеют очень сложное понимание строения ума, для которого вот это разделение знания, думания и делания, или думания и чувствования, это вообще очень такой примитивный, совершенно упрощающий, редукционистский и в корне даже неправильный способ представления о том, что происходит в людской деятельности. Что еще важно? Что культурную форму можно по-настоящему понять только в контексте ее бытования. Я с одно время, когда приехала в Россию, после окончания университета Торонто, всегда слышала этнологов, которые говорили бытовать, бытовать. Я думаю, что это слово странное и дурацкое. Что такое бытовать? Они говорят всегда. А теперь я думаю, что это очень, в общем, хорошее слово, которое так приблизительно указывает на вот динамику каких-то взаимодействий и так далее. То есть на комплексное, именно что бытование формы культурной в культурном контексте. У Эванс Причарда есть прекрасная книга «Колдовство, ораку и магию Азанда». Это классический случай, который рассматривается, наверное, на всех вступительных курсах по антропологии. Он в том числе переведен на русский язык. Я вам очень советую почитать эту книжку, если захочется. Так скажем, побольше понять об этом. И он как раз показал связь, собственно, колдовства, представление колдовства у африканского народа Азанды и связь этого колдовства с тем, как функционирует социально это общество. В целом колдовство, это немножко похоже на то, как действует наука в нашем мире, потому что у всего человечества есть общая универсалья. Мы все хотим объяснить случайные несчастливые события. Все люди на Земле задают вопрос, почему эта фигня случилась сейчас и со мной, когда могла бы и не случиться. То есть когда нет явной причины, особенно, конечно, смерти, болезни, вообще какого-то несчастного случая, происшествия и так далее и тому подобное. Вот у африканцев в этом смысле особой неопределенности нет. Они это списывали, во всяком случае, во времена, когда Эвен Спитчер делал свое исследование, на колдовство, на понимание того, что у некоторых людей в их теле содержится черное вещество колдовское, которое может быть неактивным, а может быть активным, и оно так перелетает по воздуху как бы к некоторым другим людям, и вот оно является причиной, то есть оно портит жизнь людям, оно является причиной каких-то этих болезней, несчастных случаев и тому подобное. Ну, как правило, все-таки болезней, даже смертей. Причем люди сами, которые носители этого вещества, могут и не знать о том, что оно у них есть. Даже, скорее всего, не знают. Немного похоже на понятие сглаза, например, в России, да, когда человек может и не знать, что у него такой нехороший взгляд, но, тем не менее, если он позавидует или посмотрит, как это не так, то у вас что-нибудь в жизни попортится. То есть не такая уж эта уникальная вещь. Но у них это разработано как целая научная система. Есть понимание, на какое расстояние может летать это вещество и так далее. Есть понимание, как люди наследуют это вещество. В принципе, Эрн Спитчер написал великолепную книгу, показывая, как это все работает в контексте. Ну, соответственно, выводы. Контекст — это не вишенка на торте. Это не грязь, которую нужно вычищать из вашего исследования, чтобы осталось только важное. Это и есть ваше самое, как бы, один из главных аспектов исследования. То есть сознательный отказ от научной ведущей. Когда мы говорим с социологами, я говорю социологам, что мне не хватает вообще, чтобы понять, о чем они пишут, мне совершенно не хватает контекста. Кто эти люди, я спрашиваю? О чем они думают? Как они живут? А они говорят, а вы, антропологи, занудствуете. Потому что вас читать — это просто невозможно. Бесконечное перечисление каких-то деталей. Так что такие взаимные обвинения. Ну и, соответственно, если вы знаете эти взаимосвязи, вы отвечаете очень часто на вопрос «что?» Что такое власть? Если вы понимаете, как работает магия по отношению к власти, как она воспроизводит властные структуры, как наука воспроизводит властные структуры и так далее. Вы можете это сравнить и понять немного о том, что такое власть. Из этого выходит простая, но очень печальная вещь в настоящее время, в настоящее состояние Академии. То, что этнографии требуют как минимум, ну как бы в идеале в формате книги. Когда-то этнографии писались на 300-400 страниц. Сейчас они пишутся на 200 страниц. У нас же происходит постоянное ускорение, оптимизация везде. Теперь требуют, чтобы вы выразили главную мысль и ваше научное открытие за две минуты в лифте посредством танца. Антропология так не работает. Все, что я могу сказать. Все равно, как бы, стандартом дисциплины является книга. А вот визуальная антропология, может быть, является неким ответом на этот вызов, потому что мы же знаем, что картинка стоит тысячи слов. С другой стороны, представьте, что вы делаете фильм, и там сидят гуманоиды нами вокруг дерева, и они что-то делают. Вы видите, что они делают. Но все равно нам параллельно придется объяснять, что они в это время подключаются к суперкомпьютеру планеты. То есть, картинка не всегда все объясняет. Вы можете видеть, что происходит, но не понимать значения того, что происходит. И значимости в том числе. Ну, соответственно, книги. Это наше все. С этнографической траекторией, деталями и так далее. Примеры популярных этнографий. Я не буду останавливаться и читать это все. Я это сделала для того, чтобы, как вот Дмитрий Анатольевич вам подсказал, имена 50 антропологов, которых стоит почитать. Это некоторые примеры популярных этнографий, только на английском языке. Они не переведены. Которые я бы посоветовала вам почитать, потому что они показывают очень хорошо. Это классические уже на наше время этнографии, хотя они и написаны в 80-х, 90-х, 2000-х годах. Так как идет запись, вы можете к этим слайдам вернуться, просто погуглить название, найти на любгине, например, если вы хотите. Все это есть. На этом я завершаю второй раздел, прихожу к третьему, который у нас пройдет, я думаю, намного более веселее, в том смысле, что там многое я буду... Ну, о проблематике эпистемологии всегда говорить сложнее, чем о методах в каком-то смысле. Суммируя, да, так, что я сказала это, антропологи верят все-таки, что честнее верить, что разница неподсказуема. Ваш объект, в принципе, невозможно определить до того, как вы начали его изучать. Лучше не дойти до общего, чем упустить разницу, чем упустить детали. То, что постоянно нужно себя контролировать, является ли то, что вы говорите, евроцентризмом, какой-то укорененный в Европе, в Америке, в каких-то вот этих вот метрополисах нашей планеты, в системах их знания, которые пошли от Платона и Аристотеля. Ну, может быть, и дальше можно проследить, конечно, но тем не менее. Рациональности, как и все культурные формы, нужно понимать как симметричные, понимать их только в контексте, смотреть на все поливокально, то есть как многоголосно, с разным большим количеством позиций, и всегда понимать, что то, что мы видим, то, что люди говорят, то, что люди делают, и это все очень разные вещи, и структура знания сложна и глубока, многослойно. Как всего этого достигнуть? Ну, прежде всего, включенное наблюдение. Это и является вот этим вот обоснованием. Вы все слышали про включенное наблюдение, в принципе, это стало очень модным. Социологи очень часто, они говорят, мы не включаем элементы включенного наблюдения в свои исследования. В принципе, это парадоксальная позиция, которая заставляет одновременно наблюдать и участвовать в жизни информации. Как это вообще можно сделать, когда, если позиция наблюдателя предполагает некая внешность по отношению к объекту, а участие предполагает внутренность по отношению к объекту? Тоже утопичность, некая невозможность. Тем не менее, немного это возможно. И это тренируемо. Некая такая вот двойственность сознания, когда ты одновременно в ситуации, но в то же время немножко встанешь. По возможности полностью встать на позицию ваших информантов. То есть жить, стараться смотреть на мир их глазами. Что требует времени. Всегда требует времени. Другой отец-основатель антропологии, Бронислав Малиновский, открыл этот способ, так скажем. Возможно, не открыл, но он очень хорошо обосновал его. Сам его попробовал, проведя три года на Атербрианских островах во время Первой мировой войны. Оказался он там, скорее, случайным. Тоже в связи с самым политикой, самый разный. Ну, он как бы там застрял, и он там решил провести достаточно большое время. До этого антропологи очень часто занимались так называемой антропологией на веранде. Когда вы приезжали в какой-нибудь, скорее всего, ну, какой-то колониальный аутхоз, там, крепость или что-то, жили в доме местного чиновника, там, я не знаю, сержанта какого-нибудь, генерала, там еще что-то, у которого была веранда, и вы на эту веранду местное население приглашали и проводили с ними интервью, записывали их там сказки, обычаи и так далее, на монитофонах записывали и так далее. Малиновский сделал по-другому. Он сел в лодку, взял палатку, приехал на этот остров, поставил палатку там недалеко от деревни и, в общем-то, стал там жить, в общем, пытаясь завязать связи с местным населением. И так как он это делал достаточно долго, они перестали его замечать как некая вот эта вот белая ворона, в буквальном смысле белая, как вы видите по его фотографиям, потому что он очень еще был таким ярым фотографом, саханил много. Вот верхнее правое фото — это как раз вот антрополог на веранде. Вот то, что Малиновского, эти фотографии, это, в общем, очень такой яркий пример, как дело исключенное наблюдения. То есть он пытается играть там на инструментах каких-то, то есть участвовать в ритуалах, насколько это ему позволяется. завязывает очень личные отношения с многими конкретными людьми, то есть они для него не общие представители каких-то там аборигенов, а они для него конкретные люди с их именами, биографиями, привычками, предпочтениями и личными с ним отношениями, симпатиями и так далее. Вот таким вот это образом. У Аватарии есть технологическая такая утопия, пародия на включенное наблюдение. Соответственно, когда вы надеваете на себя вот это вот тело гуманоида синекожего Аватара и идете на эту планету, как бы выходите из бункера военного, это еще и обуславливается тем, что атмосфера планеты, она ядовита для землян, поэтому без, собственно, такого переселения невозможно. То есть ваше физическое тело остается в бункере, а ваше сознание в этом синекожем клоне гуляет по Пандоре. То есть такая вот, в общем, и пародия, и, собственно, некая техноутопия включенного наблюдения. Такое комфортное включенное наблюдение. Как это делать не на островах и без аватарных технологий? На самом деле, точно так же, как, в принципе, то есть жить жизнью ваших информантов. Для меня, вот если я провожу исследования в городе Березняки, Пермской области, что это означает? Это означает, что я очень редко кого-то приглашаю, говорю, давай, я возьму у тебя интервью. Пускай даже не структурировано или что-то еще. Я просто хожу в гости. Мы разговариваем с людьми за жизнь. Я помогаю на даче, поливаю огурцы и тому подобное. Я собираю малину и все, что угодно. Потому что именно вот за этими значимыми, очень значимыми для этих людей занятиями очень многое проговаривается, прослушивается и так далее и тому подобное. Езжу с ними на какие-то мероприятия от утренников для детей до какими-то там походов за покупками, по грибы и так далее и тому подобное. То есть любые, в общем-то, любые занятия. Просто проводить с людьми как можно больше времени. Если вам удастся устроиться на их работу, это очень редко, но бывает. Вы, наверное, знаете, Ольга Пинчук, например, проработала на фабрике по упаковке конфетной продукции почти год. Это прямо-таки героическая антропология, я бы сказала, потому что это физически очень сложно. Ольга спортсменка, она очень такой здоровый, целеустремленный волевой человек, и ей это, в общем, удалось. Но, в принципе, возможно. Есть, например, студенты, которые хотят устроиться курьерами, поработать курьером. Я знаю людей, которые хотят устроиться в МФЦ, потому что они нанимают молодых людей для того, чтобы работать в собянинских пунктах приема документов. Что может являться хорошим способом узнать о бюрократии в России, о взаимодействии между людьми и государством, например. У курьеров это, может быть, самые разные объекты или предметы, которые можно узнать из этих способов. Но мне, конечно, в этом случае, мне бы так, как Березники, это шахтный город, мне было бы лучше всего устроиться на шахту, но понятно, что я не химик-технолог, и кто ж меня на шахту-то возьмет, конечно. Что смешно, меня даже дворником на шахту не возьмут, потому что, если посмотрят на мое образование, скажут, что-то это казачок заслан, явно что-то здесь не то. Зачем я работаю дворником? Поэтому, да, нам всем приходится быть немножко шпионами и как бы думать о том, какую информацию о себе рассказывать людям. Вопросы саморепрезентации в этом смысле очень большая проблема. Обращать внимание на все. И на красивое, на явное, на ритуалы, на какие-то празднества, выступления, дискуссии и так далее. Ну и на непроявленное, повседневное и скучное тоже самое. То есть какие-то такие моменты молчания на даче, которые, тем не менее, могут показаться очень интересными. Когда вроде бы никто ни о чем не говорит, все что-то делают, но есть понимание некой динамики. Все записывалось в полевой дневник, абсолютно все по возможности. Но не есть немытый салат, это когда одного известного антрополога, Мэрина Стратерна, она, по-моему, в списке Дмитрия Анатольевича, который давал вам, стоит под номером 11. Это очень известная дама Британии, причем дама, именно она, Дэйн, «Как проводить полевое исследование?» Она подумала и сказала, что самое главное во включенном наблюдении. Она сказала, что не ешьте немытый салат. Я немного думаю, что этот ответ был, в принципе, такой. Что самое главное в том, чтобы писать стихи? То есть если вы спрашиваете этот вопрос, то, наверное, вам не стоит писать стихов. Ответ может быть только достаточно смешной на этот вопрос. Это сложно, это искусство. С другой стороны, видимо, так как она работала всю жизнь на Папуа-Новой Гвинеи, она, видимо, пострадала очень много от того, что ей пришлось там есть. Не есть немытый салат, действительно важно. Сохранять свою физическую работоспособность бывает очень сложно. Особенно в возрасте. Когда вы там работаете в каких-нибудь беженцах для лагерей беженцев в Судане, я понимаю, что это реально физически тяжело. По поводу того, что вот как вы записываете все, абсолютно все. У меня осталось, я думаю, больше 9 минут где-то. И где-то около 6 слайдов. Это квартира моей информатки в городе Березники. Я считала, что я приехала в город Березники для того, чтобы исследовать как раз факт того, что город проваливается в шахты, на которых он построен. Это вот про политики чрезвычайности, про работу МЧС. Про то, как люди относятся к этому, как они понимают этот факт, что вот их исторический город, их место жительства проваливается в шахты, которая под ним находится. Медленно проваливается, но тем не менее проваливается, и судьба города совершенно неизвестна. Для этого мне пришлось понять, а что такое шахта для, собственно, жителей. Шахта это не угольная, это шахта калийная. Если вы посмотрите на левую картинку, то вот изнутри шахта выглядит вот как стена в этом туалете, потому что она составлена из плит калиевых солей. Соответственно, работница этой шахты правдами, неправдами, связями, деньгами, но она купила плитки, сделанные из огромной толстенной плиты из этих солей и, в общем, установила у себя в туалете вот такую вот стеночку. То есть, чтобы понять, что такое шахта для человека, в принципе, нужно прийти не только к нему на шахту, но обязательно и к нему домой, потому что там вы можете увидеть смыслы, которых вы не увидите в самой шахте. Как бы в чем прикол. И, в том числе, сам контекст самой карты квартиры тоже очень интересен, потому что я бы сказала, что это выражает ее стремление быть частью больших нарративов, больших каких-то проектов, частью мира, что ли. Подземного мира, как шахты, мира в целом, как вот на карту мира, там показано, где она была, в каких местах на планете, соответственно, в Европе, там и так далее, на островах. Мира искусства, у нее есть экспозиция женских портретов на стене, Мира религии, то есть, вот такой у нее есть иконостасный уголок тоже. То есть, все это очень важно для понимания того, как люди понимают то, что они проваливаются под это все дело. С информатами важно разделять опыт, а не только знание. И в этом смысле у вас может быть необязательно то, что вы там умный, разумный, сильно образованный, для вас это будет иметь преимущество. Вот Джейк Салли в этом смысле, он темой оказался, наверное, уникален, и у него более удачно получилось вникнуть в то, что считает сами Нави важным, то, что планета является суперкомпьютером. Это было то, что между охотниками и военными, конечно, физически, посредством опыта, посредством повседневности, больше схожести, чем между учеными и академиками, которые, ну что мы делаем, как ученые академики? По 10 часов сидим перед компьютером этим толпом, да? Вот, поэтому, как бы, физически нам сложно симпатизировать или понять мир с точки зрения человека, который каждый день не перед компьютером сидит, а летает вот на этом драконе в трехмерном пространстве, да, над своей планетой, между своей планетой. Вот для человека, который, видимо, может быть там в горах Афганистана долгое время провел в трехмерном пространстве с самыми разными там физическими напряжениями, это вполне возможно понять легче. Тренировать наивный взгляд. Что такое наивный взгляд? Это как раз вот держать в уме самые разные способы быть человеком, книжки, жаргон, парадигмы и так далее. Все ваше академическое знание. Одновременно не держать ничего. Там был интереснейший диалог, который это очень хорошо показывает, что жрец этого племени, Нави, он сказал, мы попытались, вообще говоря, научить вот этих небесных людей или антропологов Земли о наших способах жить, но это оказалось похожим на то, как пытаться наполнить чашку, которая уже наполнена. Но что Джейк ему отвечает? My cup is empty, trust me. Моя чашка абсолютно пуста, поверь мне. Ну, образование у него явно не самое там высокое, скорее всего, потому что оно не требуется для того, чтобы начать карьеру в армии. У него сломленная идентичность, так как он инвалид. Он и не военный в этом смысле тоже. То есть он чувствует себя действительно опустошенным. И это является некой прикондицией, неким условием того, что ему легче наполниться этой новой культурой, потому что он пустотен, наивен. А антропологу, соответственно, приходится чередовать этот наивный взгляд и аналитический взгляд. Такое двоедушие. Постоянное искусство баланса, двойственности, двоедушие, многодушие. Социологи мне добавляют шизофрении, говорят они мне. Я говорю, наверное, да. Есть такое. Помнить об условности своей социально-культурной и телесной тоже позиции. Вот в «Аватаре» автор «Аватара» смеется над антропологами тем, что она, конечно, надела на себя «Аватар», как гуманоид, но не смогла отказаться от того, чтобы не надеть маечку с указанием на то, что она закончила элитный Стэнфордский университет. То есть не смогла она от этой как бы идентичности отказаться. Вот не тащить в поле свой условный Стэнфорд, это как бы тоже важно. Всегда помнить, что как можно меньше, то есть помнить о том, что никогда невозможно от него избавиться, от этого Стэнфорда, но и ограничивать его в поле тоже надо. Помнить, что общность никогда не будет полной. Если вы изучаете балет и балетные комьюнити, сообщества, вы никогда не сможете понять человека, все равно, который с трех лет по пять-шесть часов в день занимался очень болезненным, очень сложным телесным искусством, если вы им не занимаетесь. Если вы не мексиканец, который долгое время работает на полях Калифорнии, собирая клубнику, с болью в спине, со скукой, которая с этим связана, вы тоже никогда этого не поймете. Если все, что вы в своей жизни делали, это сидели на аспирантских семинарах, где вы развивали свои интеллектуальные способности в разговоре о Делезе, Левистросе и там Дериде какому-нибудь. То есть понятно. Очень много спорят антропологи о том, возможно ли понять, что такое религия, если вы сами не религиозный человек. Если у вас нет религиозного чувства. Искать ключевых информантов. Вот в этом фильме очень хорошо написано, как у Джейка появляется проводник его мир на Пандоре. Девушка, дочь вождя или швейца, которая им заинтересовалась. По многим причинам. Быть очень терпеливым. Многое зависит от очень простой удачи. Очень часто то, что кажется каким-то абсолютно провальным в начале исследования моментом, становится большой удачей, потому что люди вам помогают выбраться из этого момента. Когда мы кому-то помогаем, мы начинаем людям больше доверять. Мы больше доверяем тем, кому мы помогаем, чем тем, кто помогает нам. В принципе, так оно и получилось. Джейка почти что сожрал местное чудовище, но его вытащили из этой ситуации и таким образом включили бы местное сообщество. Что происходит очень бывает в такой антропологии, когда между собой рассказывают сказки о поле, говорят, «I've almost gone native», «я почти стал аборигеном». Это как раз то состояние, когда вы теряете необходимую двойственность и придаете собственную культуру, меняясь идентичность полностью на ту, которую вы изучаете. Бывает такое, если вам особенно нравятся ваши информанты. Я знавала профессора, который, по общему мнению, абсолютно gone native. Он работал с австралийскими аборигенами. Это во многих очаровательная культура, такая, которая людей затягивает, действительно. И он научился играть на диджериду, породнился с ними. В общем-то, я думаю, что он как бы был на native совершенно. И это подорвало его способность писать, потому что он как бы, он всегда вам говорил, его никто не мог уволить, потому что он был теннер. Но он всегда как бы говорил о том, что вас неправильно учат, вас учат быть интеллектуально-консервативными. Сколько бы вы ни писали про свое вот это вот этнографическое воображение, все, вы никогда не воображаете ни до чего до конца, потому что для до конца вам надо в это поверить, а вы никогда не видите до конца. Ну, он верил в магию, в телепатию, в общем, 8 тысяч. Нативный антрополог. Это мой случай. Что делать, когда вы изучаете собственную культуру изнутри? То есть дистанции нет. Если я родилась в Пермской области, а я родилась в Пермской области, и я езжу в Пермскую область для того, чтобы ее изучать, то понятно, что чтобы ее представить как что-то незнакомое, нужно сделать определенное усилие. Мне было лучше, когда я, собственно, писала свою печь-диссертацию, потому что я постоянно ездила между Канадой и Россией. У меня как бы глаз не замыливался. И меня все удивляло в России. Я могла перед лифтом постоять и удивляться очень долго надписи на этой лифте, на этом лифте. Сейчас, когда я в России уже 6 лет примерно после, где-то так, около 6 лет, у меня появляется эта проблема в том смысле, что мне уже становится очень сложно чему-то удивляться. Найти эту разницу. Ну и самое главное, вам нужно вернуться из поля и все перевести на язык антропологии. То есть, что делают антропологи? Антропологи пишут. Всем хочется быть в поле, и когда возвращаешься, мучительно долго начинаешь все это переводить. А что это значит? Как это значимо? Как об этом написать? И так далее. Это очень мучительно. Но необходимо. Последний слайд. Если вы знаете, в интернете было такое одно время поветрие, когда нужно было объяснить профессии, да, что такое, что такое, дальше какой-то X, вот что такое культурный антрополог с точки зрения различных, как бы, различных людей, которые участвуют в нем, так скажем. Что думают мои друзья и моя семья? Что я занимаюсь тем, что обеспечиваю на планете какое-то согласие, какой-то взаимный перевод для людей их культурных разниц, чтобы они дружили с друг другом, чтобы там не было меньше войн и так далее. То, о чем он говорил Дмитрий Анатольевич, который показывает, как человек, который работает в Сибири, является посредником между компаниями нефтяными и, допустим, какими-то этносами, коренными молодыми народами, обеспечивая их коммуникацию, обеспечивая их взаимное понимание и меньше вреда. Ну, в популярной культуре много изображений антропологов, археологов, Индиана Джонс. То есть я в костюме хаки еду к экзотическим народам, чтобы что-то там добывать, какие-то экзотически интересные знания. Что мои коллеги думают? Что я шпион, что я езжу, допустим, в Березники для того, чтобы там как бы подсматривать, что ли, за людьми, да? Ну, мы и про себя то же самое думаем, да? То есть, да, скорее всего, и в этом тоже есть какая-то правда. Информанты думают, что я хамелеон, особенно если они приезжают, да, в Москву, то есть я могу собирать клубнику у кого-то на даче, да? А если они посмотрят вот эту лекцию, они скажут, ну и зачем ты ездишь собирать клубнику на нашей даче, если понятно, что тебе это совершенно как бы не нужно, потому что вот твой образ жизни ты тут распоминаешься про то, как нужно писать высоколубые топологические книги. Что я думаю, да? Что я езжу на работу и живу с какими-то людьми, интересуюсь их образом жизни. То есть, по сути дела, я завожу отношения, поддерживаю отношения. Это действительно так. Ну и последнее, что я в действительности делаю, мучительно размышляю о том, как это все перевести в какой-то текст, в какое-то объяснение, перевод, интерпретацию и тому подобное. Действительно так. Это скорее даже большая часть того, что происходит. Ну это был последний слайд. Я уложилась где-то полтора часа, как обещала. Последние у меня там слайды это то, что мое исследование, по которому я написала статью для журнала American Ethnologist. Так как я не думаю, что это может быть многим быть интересно, кроме того, было бы неплохо, чтобы люди сначала прочитали статью, а потом я бы о ней рассказала, но я все-таки прицепила их к этой лекции, как на всякий случай, на будущее для себя в том числе. Вот. Поэтому я думаю, что я отключу, наверное, свой экран. Так, так, так. Хорошо. И почитаю вопросы ваши, да? Да, если нужно, Степан поможет. Да. Будет ли возможность в конце скачать презентацию? Да, конечно. В принципе, я всегда выкладываю. Они у меня очень часто меняются, у меня в этом смысле постоянно такие сборные солянки. Ну, пусть будет и в этом варианте. Вполне. Относится ли мой вопрос к этому конференции? Я не знаю. Меня интересует такой вопрос. Антропология по ту сторону человеку. Есть ли русские антропологи, которые изучали эту тему? Имеется в виду именно антологический поворот, материальный поворот и то, что люди размышляют. Если вы читали книгу недавно переведенную Эдуарда Кона «Как думают лиса?» То есть, по сути дела, можем ли мы размышлять с антропологических точек зрения о агентах, которые не являются человеком. В том числе, там, не знаю, океан, сороки, инфраструктура, шахты, леса и так далее и тому подобное. Мне неизвестно русские антропологи, которые изучали бы эту тему, но это не значит, что их нет. Я вот думаю, например, что вот... Я не думаю, что люди... Есть люди, которые вот прям очень конкретно занимаются и работают именно в такой парадигме, но люди, которые используют эту парадигму частично, то есть включают материальные объекты или животных в свою поливокальность, как одну из позиций, понимаете, да? Они, скорее всего, лучше существуют. Мне кажется, что Денис Сивков, например, который занимается антропологией космоса, но обязательно должен включить в список этих субъектных позиций, в том числе какие-то нематериальные, материальные какие-то объекты и тому подобное. Так. Состояние после смерти литургии. Дорогая Анна, Анна, можете ли рассказать больше об этнографической траектории? Этнографической траектории? Ну, рассказать о ней, в смысле привести какие-то примеры. Есть большое количество описаний о таких примерах. Я могу рассказать из собственного опыта. Это как раз то, что я приезжала в Березники, думая, что я буду заниматься фактом очевидным того, что город падает под землю, что идет такая техногенная экологическая катастрофа, что идет переселение людей, которые неким воспринимаются как благо, неким воспринимаются как большое зло, на какие-то участки и места, которые предположительно проваливаться не будут. То есть все это идет уже достаточно долго. Как правило, в интернете, в средствах массовой информации это освещается с такой апокалиптической точки зрения. Вот, это наша Раша, это наш кошмар. Посмотрите, в каком ужасе живут люди. Там, значит, фотографии затопленных карьеров, разрушающихся зданий, интервью с людьми, которые там держатся за голову. Вот, посмотрите, у меня трещина на потолке. Это какой кошмар. Государство наше не помогает никому, ничем в этом смысле. Нас переселили, наша квартира стоила 15 миллионов, там дом нас переселили, в квартиру, которая стоила 3 миллиона и так далее. То есть такой вот дискурс, так скажем. Но когда начинаешь копать, ты понимаешь, что, в общем-то, большинство людей, грубо говоря, пофиг на тот факт, что их город проваливается под землю. Вот эти провалы, они контекст их существования. Причем если посмотреть на историческую, как бы, покопать вообще, как этот город жил всегда, а этот город химиков. Этот город, в котором пять огромных, стратегически важных предприятий, на которых постоянно происходят пожары, взрывы. Люди работают с токсичнейшими веществами. То есть сам этот город, это часть так называемой нашей фронтирной цивилизации, который был построен, что называется, на месте ГУЛАГов, на месте, когда там вообще ничего не было, стал город-сад. А он действительно стал город-сад, потому что в связи со своей вот этой вот стратегической важностью для государства он очень хорошо снабжался в советское время. В нем были театры, бассейны, парки, там, я не знаю, различные учреждения культуры, всякие там эти фонтаны, вазы с цветами, все такое прочее. Это был как бы не совсем то, что мы представляем как советский город. И люди гордились этим, хотя постоянно умирали от рака достаточно рано из-за того, что калийные соли, например, радиоактивны. То есть, если вы посмотрите на контекст интеракции человека с какой-то техногенной опасностью в этом городе, в целом, именно комплексно, как антрополог должен, вы понимаете, насколько сказка о «Ой, какой кошмар, мы проваливались под землю» — это, в общем, очень схематичная редукционистская сказка ни о чем. Это намного более сложный интерес. как бы вот так. Поэтому вполне возможно, что мой фокус переключится с провалов как объекта исследования, они станут контекстом исследований. А вот объектом, например, станут взаимоотношения людей с их собственным жильем, потому что людям важны провалы не в том смысле, что они опасны для их жизни, а в том, что они подрывают самый главный их капитал. Они все богаты жильем. У них очень немного денег, потому что, понятно, деньги они постоянно обесцениваются в России, но у них очень много квартир. То есть вот у них как-то вот в семьях довольно много комнат и так далее. То есть вот как бы это распределенное жилье, которое, тем не менее, постоянно в цене падает, возрастает, в цене падает, возрастает, в провалах падает, возрастает. Вот как бы очень-очень все как бы сложно. То есть для них, вот как я писала, для лошади важны зубы. Вот для них важны не провалы, а квартиры. Поэтому изучать нужно скорее все-таки вот их отношение к экономике и значимости жилья, чем факт провалов. Я надеюсь, что я примерно объяснила, что такое энергетическая траектория. У меня заняло год, чтобы понять, какая-то разница. Хотя Дмитрий Анатольевич сказал, что через какое-то время материал набирается быстрее. Это действительно так. Когда антрополог входит в поле, чтобы что-то понять, нужно 2-3 года. Но затем уже контекст более-менее ясен, и можно действительно за 2-3 месяца насобирать материалы на какое-то продвижение в своих исследованиях. А какие советы для антрополога наиболее важны, если изучаемые культуры и представители крайне скрытны и недоверчивы? Как, например, российское население. Так и есть. У нас проблема, доверие у нас самая главная проблема. Это действительно так. Никаких общих, как бы, я бы сказала так, те же самые, что и у вас в обычной жизни. Насколько вы хороши к тому, чтобы расположить к себе собеседника? Как вы умеете говорить таким образом, чтобы не напрягать собеседника? Вот не использовать слово абсолютно, когда вы говорите с представителем, скажем, рабочего класса, потому что он сразу думает, ага, фаршивая интеллигенция опять грузит меня здесь, свой класс показывает, свой Стэнфорд условно. А на это время, всегда время. Я думаю, что Малиновского тоже воспринимали очень подозрительно в начале, но потом как-то люди привыкают и что-то. Доверие зарабатывается путем транзакций, путем общения в течение какого-то времени. Поэтому говорят еще антрополог, это кто? Антрополог, это тот, кто возвращается. Вот оциологи очень часто не возвращаются. Они как десант падают куда-то, делают исследование и уезжают. А вот Мэрилин Стратерн 40 лет, наверное, сейчас 50, ездит в одну и ту же деревню на Папу-Новой Гюнии. Поэтому у нее там уже и крестные дети, скорее всего, есть, и там много чего. Есть ли еще какие-нибудь художественные фильмы вроде «Аватары», которые могут являться примерами работы антрополога? Я не знаю таких фильмов, которые вот прямо вот настолько явно вы показывали. Кстати, вы знаете, фильмов нет, но есть, например, фантастический роман Станислава Лема, называется «Осмотр на месте». Почитайте его, пожалуйста, потому что, если вам интересно, мне кажется, это очень хороший также пример, но «Осмотр на месте» здесь как раз вот такое включенное наблюдение, которое приходится делать герою этого романа. И там тоже очень много моментов, очень юмористически описано о том, что происходит. Ну вот, это, в принципе, все. Да. Если есть еще какие-то вопросы, можете даже включить микрофон и сказать. Анна Борисовна, спасибо большое. Спасибо большое за лекцию. Я хотел бы спросить, возможно, несколько дилетантский вопрос. Насколько в современной антропологии мы вообще можем считать, универсалии постоянными? Если были пересмотрены вот искусственные и естественные, то не будет ли пересмотрено все остальное? Да, будет, потому что прибавится антропологическое знание, потому что изменится планета Земля. Она меняется постоянно. У нас сейчас уже вопрос стоит про трансгуманизм, о том, что и само слово «человек» уже является достаточно проблематичным, потому что мы переходим к киборгам, мы переходим к непонятно, где кончается человек, если у него уже четыре конечности, а потом и тело роботическое, а потом уже и сознание загруженное где-нибудь, там, не знаю, в какой-нибудь компьютер. То есть, в принципе, да, это будет, ну, это утопический проект, с другой стороны, нам никогда не будет скучно. Я вот не верю, что антропологам как-то покажется, что вот нам нечего изучать. Нам очень часто говорят, а как, что вам изучать-то? В принципе, уже ведь все понятно, никаких неисследованных племен нет, хотя в BBC постоянно пишут, вот, есть замкнутое сообщество, которое никогда не пускало антропологов, но один героический антрополог туда пошел, и его убили стрелой за это в сердце, там, я не знаю, что-нибудь. То есть, вот этот нарратив 19-го, героическая антропология 19-го века все время там воспроизводится, потому что люди это любят. Но второй вот подход к этому, так ведь все уже понятно, везде уже съезжено, на Папуа, Новый Гвинеи уже отели стоят для антропологов наверняка, потому что там была такая ситуация, что это очень любопытное место, в котором на небольшом, очень небольшом участке суши, как на Кавказе нашем, сосредоточено огромное количество, очень разнообразных форм, языков и так далее. Ну, так сложилось. Поэтому антропологи туда очень любили ездить и любят. Но это не проблема, потому что все время все меняется. Идет глобализация, колонизация, медиализация, сейчас вот ковид все поменял, говорят, мы уже никогда не будем прежние. Поэтому да, всегда будет что-то добавляться. Это такая бесконечная документализация, нашей планеты. Этнографическая документализация с интерпретацией, переводом и далее. Спасибо большое. У меня еще вопрос есть, даже два вопроса, если позвольте, Анна Борисовна. Вот на ваш взгляд, антропологическое исследование, да, это командная игра реально или потенциально, или антрополог это всегда одиночка? Прекрасный вопрос. Я бы сказала так, что, опять же, в идеале это должна быть командная игра. Это было бы замечательно, если бы, например, в Березняки я ездила с командой антропологов, которые, ну, примерно говорят на моем языке, в том смысле, что, ну, прошли примерно ту же самую школу, что и я, чтобы нам хотя бы между собой-то переводом не заниматься, слишком много времени отнимаю. Из этого тоже может получиться какое-то знание, когда вы на разных языках с коллегой говорите, но когда на слишком разных, в сутках только 24 часа, вот в чем проблема. К сожалению, такого нет. То есть, я бы рада была, но мне не с кем пока. Нет людей, которым было бы интересно, тем, кто интересно, не имеют такой школы, тем, кто имеет такую школу, занимается чем-то еще. В этом есть, конечно, проблема. С другой стороны, есть прекрасная этнография, которая показывает результаты коллективных усилий. Right is Dove Fing. В списках два слайда там было, да, про этих, про популярные этнографии. Вот, Right is Dove Fing, если вы попуглите, тексты в интернете есть, это как раз исследование, проведенное командой антропологов Сан-Франциско, среди пользователей, бездомных пользователей героина. она изучается очень часто на первых-вторых курсах по антропологии западных университетов, именно как пример теоретически фундированный, прекрасно показана методология работы команды, и при этом достаточно прикладной, потому что на основе этой как бы исследовательской работы можно выработать рекомендации для местной администрации, властей с тем, чтобы как уменьшить это зло героиновой наркомании, по сути дела. Но это вот, как сказать-то, в Сан-Франциско, наверное, в городе стильдиск, это возможно, где есть университеты, где выпускаются аспиранты, там командная работа идет между учеными и команды еще студентов-аспирантов, которые как практику проходят это в поле, студенты, которые но их там много, поэтому как бы да, можно понять, что они не напортачат, например, в поле, если у них есть какая-то база, какое-то понимание. А мне бывает очень сложно понять, что вот я вот кого-то привезу в поле, а я не знаю, что у этого человека, какая у него подготовка, да, и он может испортить, да, очень маленький город, в том смысле, у нас все города маленькие, они как деревня, да, я его познакомлю с кем-то, а он что-то сделает, что мне придется за это потом как бы расплачиваться ухудшением отношений с этими людьми. Вот в этом, конечно, большая проблема. Студенты в этом смысле есть и плюсы, и минусы. Они люди молодые, что значит более выносливые, с другой стороны, более любопытствующие, с другой стороны, у них нет ну как бы нет вот этой зрелости, понимания человеческих отношений и, соответственно, они могут, я не знаю, что-то испортить. Героическую модель рано списывать с очень пропущен в этой связи. Героическую модель одиночки, антрополога, да, можно быть одиночкой, при этом не быть героическим человеком, но какой-то романтизм надо за себя оставлять, очень сложно без него работать, честно скажу. Поэтому, когда все ругаются на героический романтизм, я говорю, а силы-то откуда-то брать? Ну чем-то надо вдохновляться в каком-то смысле. Поэтому это искусство баланса, как всегда, вот это вот с одной стороны вдохновляться, с другой стороны помнить, что это тоже просто банальная профессия, ремесло, даже сказать, такое описательное. Спасибо. И еще один вопрос, позвольте, если, ну, он такой практического свойства, потому что мы пообещали презентацию выложить, да, а потом во время просмотра я увидел, что там интерьеры квартиры частные, научная этика, вот, в случае с антропологией, насколько часто эти проблемы возникают, с чьей стороны, да, кем они ставятся? Да, естественно, да, этику, это отдельный большой раздел, который можно было бы еще часто, конечно, провести по этому поводу, они существуют, и в подготовке исследования, и в проведении самой исследования, и в описании, естественно, потому что проблема репрезентации, как именно презентовать своих информантов, это большая головная боль. В этом смысле я посчитала возможным опубликовать эти фотографии по одной простой причине. А информантка мертва, она уже не с нами. Женщина, она была одинокая, поэтому нет людей, которые могли бы узнать эти интерьеры, или которым это было бы значимо. А дом разрушен. То есть он попал под эту программу как бы реновации, поэтому и дома самого тоже нет. Ну, то есть там теперь пустырь. Вот как бы именно поэтому я и посчитала возможным публикацию этих фотографий, которые, в общем-то, многие могут посчитать слишком интимными для того, чтобы показывать на публике. Если, ну, потом, может быть, да, поскольку у нас продолжается наша серия лекций, будет возможность вот какие-то публикации порекомендовать по именно научной этике антропологических исследований, это было бы, мне кажется, полезным и важным. Если... Ну, да, по этому поводу очень много, мне кажется, в России очень много рассуждают про антропологическую этику, и очень мало людей, которые, собственно, ведут антропологические исследования. Мне этот парадокс сам тоже очень интересен. Вот, это, видимо, как-то людей задевает. Но начать, в принципе, можно с изучения документов Американской антропологической ассоциации, которая публикает свои этические гайды. да, еще один вопрос. Анна Борисовна, ваши информанты какие-нибудь читали ваши работы? Если да, какая у них была реакция? Во-первых, нет, потому что по-русски я не публиковалась. Я для этого каким образом, что я делала? Я переводила некоторые отрывки из своих работ, да, и пересылала их людям, которых, например, если я цитирую, я пересылала эти отрывки этих работ и говорила о том, что вот я вот помню, что мне рассказывала такую историю, да, я вот ее перевела и вот сделала это для того, чтобы показать вот это. Причем мне приходилось делать обратный перевод, потому что если в статье это написано какими-нибудь жаргоном вот этим вот, ну, языком антропологии, мне приходилось делать обратный перевод и как-то упрощать и показать, что это вот для этого. Какая реакция? Я не знаю, люди, как правило, вот почему-то кажется, всем кажется, что людям будет очень интересно, да, что они как-то будут относиться с этим доверием или там с интересом, с возможным подвохом, чем-то еще, на самом деле нет, как бы, чаще всего мне говорят, ну, какой ты фигней занимаешься, Анька, это вообще вот непонятно, вот бог знает, чем занимаешься, столько времени потратила на обучение, там что, за душой ничего нет, детей нет, машины нет, о чем ты говоришь вообще, вот непонятно, зачем ты все это делаешь. Ну, человек ты, в общем, неплохой, наверно, есть у тебя какая-то рациональность это все делать, вот, в этом смысле. С другой стороны, у меня и нет до сих пор никаких исследований, вернее, никаких текстов, которые были бы. Книгу я пытаюсь сейчас, я пытаюсь сейчас переделать свою диссертацию в книгу, но мне это сделать пока очень сложно, в частности еще и потому, что процесс коммуникации очень затруднен. Я чувствую себя таким селепсистом, который вот пишет, да, и мне очень сложно, мне сложно найти человека, с которым можно было бы, ну, коллегу-антропологу об этом всем поговорить, хотя вот в последнее время я разговариваю с Джереми Моррисом, очень ему благодарна, что он есть. Вот. Но если такая книга будет, я, мне придется ее сначала написать по-английски, затем перевести на русский, хотя такой проект есть. Вот Николай Сорин-Чайков, занимается сейчас совместно по-моему, Бюлсом Грамм, Гугласом Роджесом, Санни Бернштейн, это все антропологи России, тем, что, как думают о том, чтобы перевести написанные этнографии о России, вот этих авторов, да, перевести на русский и выпустить, как бы, вот, публичное пространство в России. Ну, насколько это, где, как этот проект, ну, не знаю, насколько это у них получается или нет. Это только начало, на это нужны и средства, и время, опять же, может быть, получится. Вот, я могу сказать, что, знаете, какой реакции больше всего хочется услышать антропологу? Это когда ты что-то объясняешь человеку, и говорит, так это вот, ты вот не рассказывал, я поняла, это вот так, это вот так, и человек говорит, слушай, да, это так, но сам я никогда об этом так не думал, как бы, примерно как-то так. Друзья, если еще есть вопросы, пожалуйста, задавайте. пока нет, ну, у нас будет возможность еще пообщаться с Анной Борисовной в следующий четверг, насколько я помню, да, будет лекция, посвященная ритуалу и символизму, насколько я помню. об этом. Да, 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 да. Поэтому те вопросы, наверное, те вопросы, которые созреют за неделю, они могут быть заданы и в четверг в следующий, да, тогда общаемся еще. Анна Борисовна, вам большое спасибо за содержательную лекцию, за то, что вы очень качественно увязали, да, свой материал с тем материалом, который Дмитрий Анатольевич нам презентовал накануне. Еще раз благодарю и надеюсь, что увидимся. Всем спасибо, кто сегодня присутствовал на лекции. Благодарю еще.